Если ты не добираешься быстро за счет Phantom Rush, ты добираешься быстро за счет Blink'a. Так что Phantom Assassin — это замечательный вариант. Плюс, опять же, дополнительно там и линия будет комфортная с Crystal Maiden. Кинжальчики можно по кулдауну кидать, Crystal Low — все хорошо. В принципе, можно терпеть. Так что Альянс выбор, наверное, скорее более грамотный. Опять же, у Empire нет пока какой-то толпы, да? Здесь можно дизолятор быстро нафармить и вырезать. Ну, возможно, не получится быстрый дизоль нафармить уже опять. Опять вспоминаем Клакверга, который может ИЦе просто убивать с первых же секунд. Это вообще вся зависимость пика Draw Ranger. Либо вы берете какого-то жесткого мидера, типа Storm Spirit, и тогда у вас хотя бы появляется шанс на мидгейм. А если не будет и того, а возьмется, например, какой-нибудь Venomance, как был под прошлую дровку, да, типа с пушем, то вы, если вы не выиграете линии, то вы эту игру проигрываете почти автоматом. Ну, это как вариант, да. Да. Быстренько как бы решить вопрос, не мучиться, упасть в нижнюю сетку. Да и это Best of 3, как бы, то есть стоит учитывать, пока только первая карта, друзья. Мы только начинаем, у нас сегодняшний день будет 6 часов отменный дот. Вы на этот канал, кстати, не забудьте еще и подписаться, чтобы не пропускать. Конечно, у нас до 11 августа все расписано по часам. Поэтому тут Rivalry Gigi Rumble подарит еще много интересных сражений наверняка. Возможно, удастся еще отыграться в случае провала каких-то стратегий. Так что будем с удовольствием наблюдать в дальнейшем развитии. Убрали, кстати, Queen of Pain, так мы на нее и смотрели. О, забирается СФ ластпиком. Вот такой вот у нас поворот от команды Альянс. Это первое повторение от Койкова. Койкова 6 матчей, ни одного одинакового персонажа. А теперь вот второй СФ. Окей, посмотрим. Ну и ластпик для команды Эмпайр. То у них пойдет в мид. И будет ли это виндрейнджер как... Шторм не в бане, лоу. Шторм это идеально. Я вообще не понимаю, почему они его не забанили. Шторм все это надежда для Эмпайр, по-настоящему надежда для Эмпайр. Ну да. Ну да, Шторм здесь действительно опасное оружие. И я удивлен. Я тоже удивлен. Квапа это неожиданно, конечно, не очевидно. Но вот там замес Темпларки, я думаю, точно можно было спокойно банить Шторма. Ну и я даже не понимаю, почему Team Empire думает. Может быть, все-таки Миппошка что-то другое решил. Давай посмотрим. Ну Миппа. Миппа-Миппошка? Не совсем, но да. Вот все, все. Думать даже не надо было. Вот теперь я в Team Empire верю. Знаешь, как там мой дадыр пел. То есть там не верил, конечно. Теперь тебя люблю я. Вот. У Эмпайр теперь есть хороший шанс. В Наива я верю. Да. Это, в общем-то, может стать конечной остановочкой для команды Альянс. Поэтому если они не справятся с натиском Наива, то, да, у них вариантов остается немного для выигрыша на этой карте. Итак, друзья, первая карта нашего первого полуфинала плей-офф начинается с этих минут. Добро пожаловать. Еще раз мы вас рады видеть. Давайте начинать. Персонажи. Играют Койква на SF. В центре Майк, Фантом Ассасин, на легкой линии Инсене. Саппорт пятой позиции для ПА. Бокси, Оффлайн Брюмастер и Тайга, Никс Ассасин. Ну и команда Эмпар Союз будет играть на Винрейнджер, Чаппи на Дроу Рейнджер, Майсмун на Клакверге. Наив на Штум Спивец и для Мипошки почетный Бэйн четырехрукий. Все, красиво. И обрати внимание, Майсмун все-таки, да, это Клакверг Оффлайн. Это, наверное, опять же, вариант максимально нежадный. Чтобы Клакверг был побогаче, чтобы купил для себя Блэйд Мэйл, чтобы не так быстро его фукусили. Чтобы эта стенка жила побольше для Дровки. Ну, вариант, действительно. Коги здесь могут серьезно испортиться. Положение дел. Какой-то неудачный блинг от Бокси. Тот же. Но, с другой стороны. С другой стороны есть кто... Да, мы уже сгорели, видишь. Красиво, красиво. Красиво наши режиссеры затащили. Так вот, просто Коги можно обойти. Никс Ассасин, там, со спины, с Виндетты. Бац, и добрался до Дроврэнджер. Вот тут ты, честно говоря, прав. Вот тут вторая сторона вопроса. Эмпайр набрали хороших персонажей, набрали стенку для Дровки. Но у Альянса есть персонажи, которые на эту стенку могут просто плюнуть. И их целых три, не постесняюсь этого слова. Как вариант. Да. Как вариант. Ну и также, друзья, не забывайте, что этот турнир организован сайтом Rivalry GG, где вы можете делать ваши ставки на всевозможные киберспортивные события. В частности, и на этот турнир, и на множество других дисциплин, ко всему прочему. А по промокоду Rumble, который вы также видите под описанием на баннере, можно получить до 350 долларов, вступая в веб-клуб и выполняя определенные условия, которые также можно на этом сайте найти. Все верно. Небольшая у нас техническая пауза. У Insigny, насколько мне память не изменяет, там возникли проблемы с клавиатурой. Ну что ж, хорошо хоть в начале, а не, знаешь, посередине замеса. Вчера были прецеденты. На самом-то деле, да. Прецеденты. Которые, мне кажется, в плей-оффе точно должны быть искоренены. С самого начала. Больше, пожалуйста, так команды не поступайте. Посередине замеса паузы не ставятся. А на старте мы подождем и посмотрим на замечательные сеты, которые имеются тут у Майка, например, на паузы. Красота. Просто, кстати, интересный обвал был этого сета. Сначала он стоил 2800. Потом дали дополнительных сундучков щедрые в Альве. И теперь он уже 1500. Обвалился. Кстати, обратите внимание, уже 6 танков. Понимает, что стоять им придется против Клакверка. И Клакверк, Милишника, в принципе, с Когами. Да, там еще и VR-очка. Вот у VR-очки тоже вариант, что она купит. Блайтстоун. Все-таки Орбо Веном, который пофиксили. Или, может быть, тоже уйдет там где-то в реген лишний раз. Может быть. Может быть, и уйдет. Так что будем надеяться, будем, опять же, верить. Команды. Но проблемы с кейбордом. Да, клавиатура, друзья, что-то все вот не чинится. А, нет, 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 нет. 175 минут, кажется. 175 минут. Подождем, ребят. Да ну, нет. Пока присылайте ваши сообщения в Твиттер. По хэштегу. По хэштегу. Норов нижний слэш UCC. Это не хэштег, это тег. Ну, да. Не шарит в Твиттере парень. Жалко. Научите парня в Твиттере шарить. Несерьезно. Вот. По хэштегу, да. Можно, конечно, хэштег добавить какой-нибудь. Можно. Хотелось бы. Почему-то нет. Так вот, пишите в Твиттер нам ваши вопросы. Мы с удовольствием их прочитаем, озвучим. Передадим вам привет в прямом эфире. Кому не хватает веры в себя, как говорится, то тоже можете... Про Саюша, может, кто знает, потому что вот мы вчера... Вот, написаны теги даже. Прикинь, на экране. Техника. Вот, до чего дошла. Так вот, по поводу Кингера, может, кто-то что-то знает, потому что там была информация, что вроде как Кингер вообще... А вот Саюш пришел. Покинул команду? А? Покинул команду. Ну, они там... Ну, то есть, это непроверенная пока информация. То есть, нет же нигде ничего официального. Вот у Кингера уже второй день не играет. Не может же человек играть второй день, не играть второй день, если он в команде, тем более, если такой турнир, ты уже в плей-оффе. Кто знает, какие форс-мажоры бывают? Ну, вот там была информация... Вернее, там уходил у нас Сёма Заслеера. За место кого приходил-то? Я уже забыл. За место Ванскор. Ванскор, да. Ванскор уходил на один день, и я у него тогда в Твиттере спросил, говорю, что было. Он говорит, проблемы в жизни. Ну, то есть, не в жизни, а в ИРЛ, ну, то есть, где-то в реале. Форс-мажоры. Да, где-то форс-мажоры возникли. И его Сёма Заслеер заменил один день. Команда вниз упала, Ванскор вернулся, команда выиграла одну игру, потом, к сожалению, все равно, ну ладно. Это уже совсем другая история. Да. Ну, что же, расходятся на а-лайны пока без сюрпризов. И все более-менее потому, что мы предполагали. Ну, и битва за руны, опять же, самое интересное. Будут ли драться? Потому что здесь обычно все просто пополам забирают и расходятся без драк. Ага. С вапов линии тоже нет. Вот что интересно. То есть, могли бы, могли бы там ПА поставить против дровки. На самом-то деле, почему бы и нет? Потому что против Клакверка будет поинтереснее. Но можно упор сделать и на то, что Бокси, Тайга, эти два персонажа, милишника с хорошим регеном, с хорошими статами, дровку, в принципе, даже, может быть, лучше задавят. Так что тут, понятно, наверное, тоже вполне себе можно. Но вот у Майка, я боюсь, как бы не было проблем. А у него могут быть проблемы против такой-то даблы. Ну, на старте, конечно, да. Ну, там покачают себе промахов, чтобы не сильно его прибивал Саюш. Все будет достаточно хорошо. Саюш, обрати внимание, уже Орбо-Веном. То есть, все равно берется. Мало фиксили валевые. Понизили этот урон от яда для рейнджевиков. А все равно ВР-ка берет. И все равно жгется крайне неприятно. Да? Да. Вот, смотри. Попытались похитить, и не получилось. Кристал новый, это еще Майс Мун, просел на 2 трети хп. В итоге Майк неплохо дерется 5 брони. Позволяет ему здесь тачковаться лишний раз. Бокси также просел на 2 трети. И поначалу у нас, как я понимаю, разменялись 2 в 2. Да. Или все-таки 3 в 1. А нет, сверху забрали. Забрали, да? Хорошо. Так, Тайга подходит на центр. Наива будут давить аж по Т1. Что это за дабл линия? Тайга, МПЛ есть. Но там урона от СФ пока минимальное количество. Кайлы, ясное дело, не качаны. И Тайга здесь скорее на прикрытие своего тиммейта. На то, чтобы получилось заработать первых крипов. Потому что Наив может поначалу с увеличенным... Ну, вернее, с большим уроном разогнаться и перегнать противника серьезно. Можно попробовать. Можно попробовать взять этим тем же самым наскоком. Как мы это уже видели, да? За 20 минут. И все. И ты ничего не можешь предел поставить. Пока немножко напрягают боксы здесь. Пытаются прогнать. И не забывать, конечно, что нас хитить нужно. И видим, что немножко империя буквально на 1-2 крипа впереди. Ну, неприятно. Бокси и Тайгу отправили на центр. Ему приходится качаться через Пио. Потому что Клэп ему особой силой не поможет, когда нападать будут на него. Он за счет этого Певчанского пытается дровку максимально хотя бы как-то напрячь. Но не получается. Бэйн. Саппорт статовый. Бэйн. Бокси пробивает. На центре Тайга обеспечил пока койки только 2 крипа. У того же Наива в 2 раза больше. И, честно говоря, Альянс пока не самое очевидное решение по линиям. И пока они не самым комфортным образом на первых 2-х минутах себя чувствуют. Действительно. Они попытались позвать Тайгу, чтобы того напрячь. Шторман. Но не вышло. Тайга возвращается уже 2-го уровня. Но из-за этого, из-за этого СФ сейчас очень сильно пострадал. Потеря 2-х минут, казалось бы, для Мидера может оказаться критичной. А я вот так еще скажу, для Чаппи. Для Чаппи это свободные секунды. Первый уровень, где он уязвимен, где у него там нет потенциального гаста. А теперь Чаппи уже 2-го. Теперь Чаппи уже там добил своих 4-х крепочков. И Тайга возвращается в боксе тоже на линии. Но они пробиты и потеряли Паригену серьезно. И, в принципе, для Чаппи это может быть потенциально комфортной. Лайм. Да, уже там откатятся сейчас клиночки. Да, ну нет, Кокки. Как его тут задавить? Саюш куда отходил, непонятно. А Кок можно было зафармить, кстати, 17 золотых. Ну ладно, это уже мелочи. Да посмотри, Чаппи. Нормально все, нормально у дровки. Да, крипов немного за счет пива, но его пока не получается давить. Потому что, опять же, по Ригену проблемы. Крюмки, ДТ. Ага, ДТ для Койпы. Боттл? Нет, к сожалению, Боттла пока еще нет. Ну, хотя бы нагонит, возможно, своего прямого конкурента. И души набьет. И души тоже. Это вообще прям сочное дело. Так, давай, смотри. Саюш. Больно от кинжальчиков поседает. Ну, на двоечку уже взял. Решил, что здесь промахи не сильно будут помогать. И спокойненько продолжает закидываться. Мана от кристалки есть. И все замечательно. И обрати на топовый крипстат на карте. Внимание. Это Клакверк. 15 добитых крипов. И 11 денаев. Боже мой, чем там занимается? У нас Клакверк. Даже не понимаю. Ну, кстати, началось давление на Чаппи. Носон, Мипошка, замечательно. Просто не напасть. Да. Тут действительно очень хороший контроль. С разворота можно настрелять снова. Никса Ассасин, ты не тот герой, которого ты так просто убьешь. Опять же. Реген еще тут противный. Постоянно восстанавливает себе здоровье на халяву. И нужно продолжать до конечной. Иначе он постоянно будет к вам приходить. Ну, Мипошка, молодец. Тайга, бокс, нет. Я не знаю, они сейчас, мне кажется, Чаппи уже не задавят. Они первые такие пинуты отпустили. Пытаются сдать Мипошку, но брейнсап и у Мипошки абсолютно никаких проблем. Нет, нет, нет. Так не получится. Чаппи все это время настреливает. Замечательно. Сейчас Клэп прям бьют просто. Клэп вроде в кулдауне, стики есть. Да живет, он живет. Еще и брейнсап откатился. Своевременно. Своевременно выдал Найтмар. И все получается очень неплохо. Снизу у нас Виндренджер немного развлекается. Но это, возможно, битва за нейтралов была сейчас небольшая. И идут обратно на лайн. Продолжать там стоять. Нужно получать. Нажимайс. Мун. Никого не боится. Коги в упоре опять же не фармит. Коги, ну что такое, а май? 17 золотых. Так они отталкивают от имени лишних. И вот он свой расплат. Боже мой. Команда Альянс, вы дровку так серьезно отпускаете. Мы привыкли видеть, что дровку давят. С первых уровней. С первых секунд. Здесь Чапи еще и с ФБ. У Альянс должны вот сейчас прямо, должны вот прямо сейчас начинать дрожать коленки. Да у них пока все нормально по лосхитам. Ты посмотри. Так тут у него лосхит проблема. Да ладно, ФБ не так много дает, как может показаться на самом деле. Так Чапи не давит. Это первая ситуация, когда у нас не давят дровку на линии. Зачем? Так зачем? Она и так поиграет сама по себе. Это же дров рейнджер. Я тут уже сомневаюсь. Я тут уже серьезно сомневаюсь. Давай смотреть дальше. Тайга на руну богатства. Ах, хорошо. Получилось три руны богатства. И даже четыре руны богатства для Альянс. Ну да, смогут забраться еще и на вражеский ХГ. Все, получилось. Абсолютный контроль. Правда, проблему у Кристалмейда. Ну да, с целью Майк что-нибудь сделать. Но приходит Шторм. И со Штормом уже шутки плохи. Просто стопит, ждет еще одного Ремнанта. И стики помогут ли. Пятый уровень немного накаляет. И тычка залетает. Но все-таки Майк выживает. И фласка. И убегает. Вот так вот. Без шестого пришел помогать. И в итоге Кора добить не смог. Ну, саппорта забрали. Хоть как-нибудь, в принципе, и пробили саму УПА. Так что наив. Опять же, учитывая, что на центре у него не все хорошо. Обратите внимание, 16 крипов против 28 уже. То есть Койкова разогнался. Ему на ДД проперло. И Тайга все-таки в начале тоже, наверное, свое вызымел. И поэтому по криптатам, да, глобально Альянс переигрывает. Там еще и Мейс Мом дается вообще непонятно. Вот Бокси тут немножко подзагулял, конечно. Можно зажать между двух огней и дострелять. Клэп имеется. Пока многовато. Танго скушал, да. Пиво-то не, пиво-месы. А вот сон. И можно тычковать, тычковать. Еще одну тычку можно успеть дать. Брайнсап он выпил. Замечательно. Все, получилось очень даже здорово. Третий фраг для команды Эмпайр. И продолжается. Продолжается небольшое давление со стороны них. Но вот... Неторс-то. Неторс все равно в плюсе у Альянса. Можно посмотреть. Уже шестая с половиной минуты. Да, давай посмотрим. Вот ПА. Койка впереди. Но далее идут три персонажа команды Эмпайр. Единственная проблема на данный момент серьезная. Это наив, который серьезно отстает. На тысячу. Даже больше, чем на тысячу. Непонятно, почему деньги ему не идут в карман. Может быть, пора уходить в леса. Может быть, пора минуток пять посидеть. Дофармить по ТК. И потом подключение мы ждем. Ну, возможно, да. Пора начинать фармить уже. Себе зарабатывать золото. Потому что он много времени потерял. Просто на выход на нижнюю линию за... За Майком, по-моему. Да, он выходил. Да. Ну и за саппорта. Саппорта он забрал, Майка нет. Там саппорта и без него вроде забирали. Но это не точно. Мы там не видели этот момент. Что же. Продолжается фарм тоже от Чайби. Пока он первый в своей команде. Это уже хорошо, что дровка здесь не отстает. Снизу проблема очень большая у Майка. Но приходит поддержка. Приходит Тайга, приходит Койка. Два КЛА. Импейл. Даже без импейла разобрались. Так и Майк выживает. Да, как если мы это отдали. Но напомню, что Клок-то здесь очень неплохая позиция. И забрать его это всегда комфортно. Бокси, бокси, бокси. Тоже заберут там на боте погони. Как я понимаю, еще и за... А, нет, отпустили уже. Ну, бокси здесь. Ты знаешь, второй раз. Второй раз мы видим ситуацию, когда одновременно погибает, почти одновременно погибает Майс Мун и бокси. То есть два офлайнера. И, казалось бы, ситуация должна быть равная, но нет. У Эмпайр куда более богатый и куда более ответственный офлайнер. Здесь для Майс Муна, как для единственной победной линии, он единственный, кто в своей команде линию прям выиграл, прям задоминировал, два раза отдаваться, это провал. Это, конечно, да. Не то, что ты хочешь видеть от своего товарища. Но ничего не поделаешь. Там уже забрали руну двойного урона. И теперь можно попробовать напасть. Опять же, есть у него боллайтнинг, и может когда-нибудь себе выехать, но тут же еще раз за ЦМК, допустим. За Брюмастера можно, пока у него нет шестого уровня. Ага, идут гангать, финсгриппа нет, ультимативной нет. Как Койку догонять? Хукшот не качан. Там пятый. В итоге, прямо в упор подошли, да ну, так не бывает. Бывает. Койква, ну что за... Еще и наив подлетает. Хорош еще и наиву фраг отдают. Вот это было сочно. Койква заснул. Он, правда, как будто бы спал. Да, ну, выходит, Клакверк нормально так. Это, ребят, нормально, все, я на вражеской территории. Просто в упор подойду, я сэппа. Забьем. Тут же нападение, еще попытка на Виндрейнджер. Он попытался через Виндрейнджер скрыться, но не тут-то было. Импейл неудачный под ТП и Майсмун спокойно продолжает ласт хитить. Ну, хорошо. Саппорт вам за это время. Там Майсмун тоже может просесть аккуратнее. Мипошка, правда, подходит. У Мипошки тоже, я думаю, шестого пока нет в наличии. На топе у Бокси, кажется, какие-то проблемы. Да, еще... Много проблем. Чапи. Ах, мисс пассивку или от пива. Тут же непонятно. Но суть в том, что Дрорейнджер могла бы подняться еще сильнее. Прогнала Бокси, продолжает. Пока у него, конечно, нет, опять же, шестого уровня. Могли бы ей помочь. Могли бы ей помочь, но в одиночку не вышла. Обидно. Обидно, но не страшно. Можно уже посмотреть, сколько бонусного урона у нас от Дрорейнджера для команды для рейнджериков. Сколько она? Примерно 30 должна давать. 25, может быть, где-то так. 39, серьезно? А что у нее там уже появилось? Да, это шторм от наива. То есть ПТ только аквил, и все, уже 39, жестко. Да, есть ультимативная, правда, у Чапи проблемы. Ну, пошел Праймал Сплит, и он не уходит. Ну да, тут зажали его немножко. Самую малость, скажем так. Ну и вот. Вот проблема о том, что нужно как-то помогать. Дрорейнджер просто стоит последние 5 минут. Одна. Афк фарм. Ну, то есть не Афк, но фарм. Ну, вот Афк фарм сейчас соукнулся с тем, что она выйдет в таверню 20 секунд. А она далеко не топовый крипстат на карца. Ну, пока у Эмпайра ввиду того, что линия задоминировать никому, кроме колокверка, не вышла, они все-таки немного терпят. И правильно делают. Им сейчас пока даст. Наглить не получается. Им нужно немного восстановить свои нетворсы. Вот пока тут через колокверка играют и заберут, играют кристалку. Вот заберут ли, кстати, по АПА. Забирают замечательная подвязка от Саюша. Еще и прилетает на их, но это не в тему немного. Ну, он крипов протолкнет подальше. Может, с катапульта будут еще и вышку поломать. Но самое главное сделали еще раз минус 2. Выиграли время теперь уже для Дроу Рейнджер. Тайга, Виндета. И выйдет ли Чапи за Т1? Чапи может уйти, да, пока Лиса. Драгон Лэнс, ну, пика. Пика, стандартная пика для Дроу Рейнджер. На центре, кстати, Финзгрипт в наличии. Финзгрипт. Нет, у Клинбошки, кажется, у самой очень проблем будет. Тяжка замечательная, но на кристалку этого не хватает. На их погоне заквыкло лишнее. Это нужно текать. Маны пока маловато, чтобы позволять себе лишнего с буллайкинга. Поэтому вынуждены были отступить, продали Бэйна. Обидно, но без шестого решили выходить. Тоже опрометчивое решение. Тоже Тайга с Виндеттой находит Чапи и говорит, ребята, я готов. Нужна только поддержка какая-нибудь. В одиночку он, конечно, уже не справится. Рядом уже появляются телохранители. В принципе, теперь у нас, опять же, Чапи фармит более безопасные позиции. Лес свой поближе. Второй раз, да, если бы он здесь умер от Майсмуна, это было бы странно. Там не Майсмун, а Бокси. Майсмун в команде. Ту, Исейне. Ну все, трепой вести. Да нет, какой порядок. Ну Кука нет, спасти не может. Ну хорошо, добил, но вот Майсмун уйдет. А кто-кто за ним побежит? Я не знаю. В здравом уме. Вроде идет вон Тайга, опять же, Тайга немного опоздал. Тут уже рядом Мипошка, все поздно. К сожалению, не успел Тайга. Я думал, он будет чуть-чуть пораньше. А там еще поддержка от Фантомочки сейчас есть. Клиночек залетает, ударочка с крита. Мипошку добить, снять, Найтмэр. Но прыгать дальше не стал. Тем не менее, фраг есть фраг. Забрали Клока, а Клок-то тоже у нас 3-200. Не самый последний. И за него неплохо так отсыпают. И, блин, у Бокси через 100 голды. Вот Брюмастер, второй Прэмил Сприт, должен быть жесткий. Давай посмотрим, что к этому моменту появилось у СФ. У СФ к этому моменту должен быть уже, да, Шадоублейд. Прекрасно, ПТ Шадоублейд, все. И УПА, там что, Баттлфюри, Дезолята, Вангард пока. Вангард, по всей видимости. Хорошо. Ну, Фаст Эбисол Блэйд. Обычная стратегия. Самая на Фантомку. Нет, тут Вангард нужно скорее все-таки против этих вот физических атак, частых, и от ВР, и от дровки, стычек, основной урон Эмпайр. Поэтому Вангард выбор правильный. Урона там пока достаточно от Койквы и от Прэмил Сплита. Альянс по КД Блинка под Шадоублейд должны сейчас начинать делать какие-то выходы. Может быть, будет Смоуганг, может быть, пытаются где-то подпушить. Я жду, потому что у них уже есть то преимущество, которое можно реализовать и попытаться уже ранджевиков этих задавить. Это да, но пока не получается. Дроу Рейнджера немножко подотпустили, чуть-чуть. У нее уже 5200. Вот, смотри, они идут оказывать. Ты один, все, то есть Блинк есть у Бокса, они ничего не боятся, у них все есть, намечательно. Новый год тоже без кулдауна, так что... Его еще нет, Фризенфилд. Боже, да чуть-чуть осталось накапать. Пока не накапает. Находят, зато Майсмун и здесь. Не самая лучшая цель, в итоге еще пауэршотом половину лица оторвали. Бокс вызывается замечательный первый фраг, Майсмун погибает. Опять же, здесь остается у нас... Вот, а Бокси фармит Коги, правда, он сейчас убьют за это, но это совсем другая история. Ароминус Курьер с Виндеттой замечательный. И не получилось, конечно, дать возмены фраг за счет пауэршота, но глобально Т1 по-прежнему пушится, тайгу забрали, немного продали и все, отходить. Альянс как-то не получилось, здорово подраться. Два в один разменяли двоих людей на Клакверга, подарили на его еще немножко золота, но это странное решение. Баши тоже не забрали. Зачем вместе собирались? Вопрос остается открытым. Так давить собирались, просто что-то не получилось, я даже не понимаю. Интересный план. У них все было хорошо, они просто в лесах потерялись, честно говоря, и там вот эти... Господи, шейкл-шоты, шейкл-шоты и пауэршоты слишком жестко отверки на расстоянии делают, дают импактам. Хорошо, Альянс, дождаться праймал сплита, идти еще раз. В принципе, терпеть здесь не рекомендуется, наверное, еще и наив скоро дофармить. Да, вот наив уже дофармил, и боже, какие неприятные тайминги наив. Здесь двойное убийство может делать, и он его... Это кулдаун, наверное, я тратил уже. Да, кулдаун. Обидно. Даблкил для наива, и вот она причина бана для шторма, наконец-то. Найдена, видимо, команда Альянс. До этого у них этой причины не было, они не верили в то, что видели. Вот сейчас увидели на собственном обыде. Ну, стоит сказать, что Empire там допустили небольшую ошибку. Посмотри, Чаппи где. Покажите, пожалуйста, идем, погиб Чаппи. На центре, как по всей видимости, да? Наверное, нашли в лесах его. Да, его за Т1 задавили втроем. Ну, хорошо, хорошо. То есть Альянс глобально все равно, как бы противник не фармил, как бы там у наива КА и ПТ не появлялась, у Альянс лейт, с моей точки зрения, тоже не хуже. И они своя этому тоже выносят. Койко после шару-бейга. ПКБ, ФА, наверное, либо в Дезолятор, либо в Баттлфюри, но мы посмотрим. Ну, да, действительно, здесь можно еще поразмыслиться над дальнейшим развитием. Пока что, вот, видим, первое очередное, это, конечно же, пика, чтобы скрываться своих соперников. Это первое подключение от наива, где он очень хорошо, им повезло. Он нашел ситуацию, и, опять же, может быть, они вдвоем здесь же не видели. Начало этой драки. Но вот это первый старт для наива. Это его доминашн уже, и он дальше может разгоняться. Ну, теперь он уже, видим, 7200, то есть отставал он там сильно в начале, на первые 5 минут здесь сейчас. Они уже на равных идут. 7400, 7500, и наив теперь серьезный соперник, а ловить его по-прежнему нечем. Его ловить может только один Никс теоретически. Что кристалмэда надо в упор подать. Вот, Никс поймал. Так, красиво, что дальше? Мана есть, мана есть, но только фростбайт может быть сейчас для наива. Боже мой, Клэп пошел и поверил в себя слишком сильно. Майс Мун промахнулся хукшотом. Все, команды рядом. Нет, к сожалению, Эмпайр. Красиво по фидалик, по одному. Проверили почву на территории команды Radiant. Поняли, что там жестковата для них почва. Наверное, в следующий раз будут внимательнее. Ну и теперь до 25 минут, наверное, сидеть, ждать, думать над своим поведением. Ну, у них Вижена, может быть, для сопротивника не хватает. Да, там просто ни одного варда. Не хватает, его нет. Его нет. Об этом и разговор. Хорошо, для команды Альянс это еще одна возможность дождаться своих холлаунов. Праймал сплей там уже через сколько, я думаю, уже есть, да, они еще одну Т1 на центре спушили. Просто здорово. Там опять же Тайга бегает, кучу Вижен дает. Альянс постоянно сканирует карту и постоянно ждут кого-то, кто выйдет на, опять же, прицел того же СФа. Они обязательно пойдут. Ну вот сверху как раз же опять Дроу Рейнджер у нас бегает в гордом одиночестве. И она может стать этой жертвой сейчас. По-прежнему у нее не принесен Драгон Лэнс. Далеко она не улетит. А с фурстафом можно и подцепить. Тем более есть блин Дайгер у бокса. Поэтому почему бы и нет? Но они решили этого не делать. Ну там на боте просто силы. Кто-то, вероятно, сплит пушил. Кстати, Майс Мун, Мипошка на пару заходит. Возможно, пытаются подпушить Пиаде. Возможно, пытаются сделать небольшой выход. Смоки покупаются кристалкой. И здесь как раз-таки, вероятно, эти смоки и готовятся. И ты посмотри, Альянс, как только выйдут, сразу же наткнутся чуть ли не в своем лесу на противника. Но если они пойдут, тут же Саюш просто прожмет Виндран и убежит от них. Но скан отличный. Действительно прощекали. Сразу позиции побежали. Мипошка. Не самая приятная цель для Финцгриппа. Вот это да. Еще и Саюша подцепили. Боже мой, Майк приходит. Хорошо, Виндран один уйдет, второй никуда не денется. Да, Мипошка еще выиграет пару секунд. Но телепорта просто тебе сделать явно не дадут. Очень главный вопрос здесь сейчас. Это почему он выбрал целью Финцгриппа именно Никса. Да кого первого увидел, того и подцепил. Может он думал он один. Он скорее всего думал, что он один. У них-то не было инфы. Ну, даже если он один, Карапаса. Ну, Карапаса же не нажмешь во время Финцгриппа. Ты можешь раньше среагировать просто. Ну, вот он думал, что он раньше среагирует. Ну, понятно, понятненько. Тут же Майсмун видит информацию. Пошли, сбились. До стына нету вижена. Хукшот полетел. Правда, тут Брингдаггер. И Майсмун тут так далеко и не убежит. Как хотелось бы. Фростбайт, импейлы. И очередной минус на том же самом месте. Фактически. Там, где они со Штормом погибли в прошлый раз. Видимо, им не хватило. Окей. Да. И у СФа появляется Блэк Кинг Барн. На 19-й минуте у него топовый Нетфорс на карте. Опять же, что на данный момент УПА замечательно нам Дота подсказывает. Дезолятор. То есть это убивающая АПА. Альянс не нужно долго ждать. Альянс не будут ждать Хиксов, чего-то подобного, контроля. Они вот прямо сейчас пойдут. Может быть, Разорошаном. Может быть, на еще один Смоуганг подцепят Мепошку, Наива, кого угодно. Возможно. Возможно. Если, опять же, подставятся, собственно, сами. Пока только из-за этого и происходят убийства. Потому что команда Эмпайр выходит в одиночестве городом на вражескую территорию. И там их вылавливают. Возможно, стоит собраться вместе. Там, да, пусть фармят где-то без скоры. А ребята перемещаются плюс-минус неподалеку друг от друга. У Наива тоже появляется БКБ. Это тоже знаковый момент. Дровка к этому времени выформила пиков. И вот Эмпайр решает Смоуганг вчетвером. Там на топе еще находится и ВР, как я понимаю. В общем-то, Хукшот пошел. Возможно, попытаются сбить Праймал Стрит. Или не дать даже его прокастовать. В итоге боксы забрали почти моментально. Вот оно БКБ. Наив прекрасен в этом замесе конкретно. Там еще и Фантомка, ведь ты посмотри. Но про нее могут не знать. Ну, там рядом. Рядом находится. Вот он, Мипошка. Сон есть. Финскрип есть. Ну и добить. Да, пусть еще из-за Сайленсера подходит Бойква. Но у него тоже 10-секундная БКБ. Помним, рекомен Солф пошел сочный. Замедлил всех, порезал урон, но урона толком никому не нанес. В итоге Тайга выкупился, особо ничего не сделал. Просветку получил, полетели далее. Ракетки откидываются и все просто разбегаются в разные стороны. Никто никого поймать не может. И это отличная три фрага от команды Эмпайр, которые могут позволить им вернуться. Отпустят ли, отпустят ли Мипошку еще один койл и еще бы одну тычечку, но Мипошка, в принципе, можно продавать. Погадали стязать, связать, довести к бурну, и он догорит. Тайга замечательно. Ну, ты знаешь, глобально одного персонажа в трех, то есть Эмпайр здесь смогли хорошо накатиться. Покажите, пожалуйста, что рекап, ну ладно, не успели. Слишком быстрый рекап был. Да я тоже его периодически пропускал, так что. Итак, далее от нас. Вот, видим, что немножко преимущества. Заработали себе две тысячи теперь в плюсе для Эмпайр. А в остальном баланс дикий, держит уже на протяжении 20 минут. И надо бы задуматься команде Альянс, что не получается. Ну, обычно команду с дровкой к этому моменту уже заставляли написать грузи. А тут как бы нет. Ну, тут да, Эмпайр пока еще держится на клаву. Ну, опять же, наив. Наив хороший, наив хороший, глобальный. И вот тут момент Рошана. Я говорил, что Альянс могли бы еще раньше на него пойти. Вообще, как-то изолятор успевает забирать. Рошана Дайер достается. Кстати, Рошан, получается, он украл этот Аэгис. Койко заберут на него, кажется, колдаун Байбека. Но в итоге Койко... Нет, Эгис все-таки не теряет. Гукшот в лицо. Вот так вот. За это время еще и Майка забрали. То есть, Альянс здесь дерутся без одного Кора. На самом деле, наверное, бежать надо. Там под газ попал Бокси. Бокси не может разложиться. Уже убили Инсеню. Чапи уходит в невидимость. И все. Что делать? Разворачивается Бокси. Надо будет спать. Телепорт жмет. Но тут Шейкл. Куда же ты улетишь? Клэпнул напоследок. И это минус 4. Минус Аэгис и Эмпайр. Что вы сделали сейчас только что? Ну, мне кажется, это Альянс. Недооценили противника. Залетает на почти половину маны туда Наив. Забирает Рошана. Заставляет... Ну, ладно, Койква успел, слава богу, забрать Аэгис. Но туда еще и залетел Майсмун. И ты понимаешь, два персонажа, которые вносят столько сумбура. А Чапи стоит за ними и настреливает. И настреливает. Еще и Гаст по боксе. Так что там ни Праймал Сплита, ничего просто не было. АПА моментально сбрило то ли от Наива. Наив ее, да. И там просто с пролета. Бурлайтнин, кажется, на пол маны убил. Ейгис-то не ей достался. Очень сильно тоже подкосило весь файт. Сразу почти половина урона. И делать непонятно что. И только-только мы смотрели, было 2000. И сейчас уже 5. Плюсом. Суммарно 7. Ну, Альянс, вероятно, нужно было идти на Рошан до того, как они отдались там, когда преимущества не было у противника. И, возможно, нужно было побольше подготовиться к этому. То есть, либо в плане Вижена, либо вначале сделать минус. А то не получилось сделать минус, но они решили, что противник нас не прочекает. Окей. Нормально они сделали ставочку. Ну что же, здесь Тайга находит Виндрейнджер. К нему подтягивается команда. МПЛ полетел. Но надо не выпустить вообще, чтобы Виндран... Ну, а вот он Виндран и все. Вас связывают. О, а зачем остановился? Ну, переиграл. Зато тут подловили в итоге койку. Там самоватный наив зафрыгивает. Правда, БКБ неприятно. Нужно других разбирать. Разбирается с Никсом. Тайга погибает. Койка все еще жив. Там Чапи расстреливает все это время. Пытается уйти. Но Финс грипп от Бэйна разрывает с Сэфой. Остается только боксик здесь. Ультимат Кристалмайден неплохо. Надо бы как-то сбить, но некому. И просто выходит из-под рейнджа. Ну, Чапи засейвили. Наиво главное засейвить. Еще чуть-чуть маны, но крит с одного удара. Боже мой, Майк готов вырезать. Мипошку отпустят. Лейнайтмейер откатился. Да, есть хотя бы на одного. Но вот второй тоже критует, я слышал. Да, поэтому все равно Майк посняли, чтобы и даблкил получил. И в итоге только-только стоило похвалить команду МПР, как они тут же допускают плюс-минус аналогичный просчет. Где они ошиблись? Ну, в смысле, они стали драться. А почему нет? А зачем? Ага, что им еще делать было? Ну, в смысле, убежать на базу. Ну, у них была изначально, конечно, там не самая, может быть, лучшая позиционка. Чапи был внизу замес, ему стоило находиться где-то ближе к своей базе. У них там варда нет, у команды это их территория. А у Альянс есть. То есть, они продолжают драться. Как вообще? А знали ли они, что у Альянса там вард? Хороший вопрос. Так вопрос даже не в этом. У вас варда нет, почему вы в темном лесу пытаетесь драться? Может быть. Это очень рискованно. Ну, вот сейчас, сейчас они поняли, в чем их ошибка, и сразу же раздевардели. Ну, тем не менее, отыграли Альянс только две тысячи. То есть, Эмпайр все равно впереди. Чапи этот замес не пережил, Наив этот замес не пережил. А, нет, Чапи пережил, прошу прощения. Чапи единственный, кто пережил этот замес, потому что сразу скрылся в Шедоублейде своевременно, понял, что драться бессмысленно. Ну, он до этого затыкал двоих персонажей, так что глобально второй раз уже у Альянс именно моментально не получается дровку зафуксить. Это и плюс команду Эмпайр, и минус команду Альянс. Они слишком мало внимания именно дровке оказывают, потому что дровка это не только корт персонажа, это и аура для рейнджевика, и для Наива в частности. Уже 74 урона. А ее пока поймать не получается вообще никому. Все сконцентрированы теперь на шторме, а внезапно у дров рейнджер тоже есть урон. Потом можно будет посмотреть, что мы видели этих дровок. У которых 8-9 минут, смотри, пока разбираются потихоньку с саппортами. Тут же находят и бокс. Орчет есть, есть, все, фауэршот, и дотыкали. Это качественно. Наив 20 уровня, просто кошмар. Да. И Чапи, топовый Нетфорс на карте, 14 тысяч пика, Шадоублейд, БКБ через 250 голды. То есть эту дров рейнджер также частично уже отпустили. Рошана, ясное дело, нет, Альянс забирали его буквально 3 минуты назад. В таком случае Эмпайр могут снести Т2 ТВРА на боте. Кажется, там догорит буквально через минуту. Вполне себе вероятно, что он, да, там. А, его там уже даже нету. Где-то снизу, снизу разобрались, да, потихоньку. Осталась только верхняя линия. И все. И можно заходить на ХГ. Наивеси может позволить вообще все, что угодно. Ну, БКБ появится для Чапи. Для Наива оно, к сожалению, уже 7-секундное. Мне кажется, пока без Аегиса все-таки не стоит. Тут, опять же, Альянс периодически накатывают, нападают. Может быть, на контр-нападение подловить их. Посмотри, они сейчас занимают Лес Эмпайр. И Мипошка в Карапасы, конечно, выдал. Но Гаст сразу же после этого. И ты посмотри, какие куски там отрывает Мипошка. Жесть. А, Чапи. Это, да, Чапи. Если бы Мипошка еще куски открывал, да, это было бы интересно. Но вообще, да, Никс Ассасин тут легкая цель. Сделать его ничего не может. Карапасов уже нет. Рейндж МПЛа меньше, чем на тенсидальной стрельбы Дроврейнджер теперь. И это может быть проблемой. Ну что, остается-то, по большому счету, сейчас не так много Альянс. Во-первых, дождаться Тайгу, не подставляться. Уже идут. Эмпайр в смоках. Майк мог быть первой целью. Финс Грипп, опять же, не в фулдау, не подцепили на кукшот. Вот Финс Грипп, он не нажмет БКБ. Боже мой, его располовинят сейчас. Все. То есть, если бы он нажал БКБ, думаешь, что-то бы изменилось? Да, по большому счету, контроля, может быть, не так много было. Хотя, не факт, что он уходил. Команда не успела бы подключиться кое-кво рядом. Нет. Ну и в итоге, 53 секунды. Без Байбэка. Без шанса попытка ворваться. Неплохо. Сразу же Найт. Мерчапи нужно уйти. Есть у него. Врывается на Иф и теперь готов разбирать. Тут же Орча связывают двоих. Никса тоже отправится следом. И в итоге минус 2, еще плюс. Хекс уходит. Здорово. Давайте посмотрим Байбэки, есть ли они хоть у кого-нибудь. Потому что и Койква скоро может погибнуть. И если в игру погибнет Койква, то это может стоить на самом-то деле не игры. Байбэки уже полетели. Вот он Хекс, но тут же врывается. У нас Клакверк пытается связать. Не получается. Майсмон очень битый. Его добивает Койква. И дальше нужно выдвигаться. Его башня добивает в итоге. Интересный Мипошк тоже получил по голове 305 с Критом. Но двоих саппортов забрали. Не страшно. Наив немного задерживается. Не рискли это. Команда практически отошла. Рядом только Союж. И в итоге, да, отходит. Дороша нам буквально секунд 30 основного времени. И для Эмпайр было бы идеально, если бы он появился почти сразу же. Потому что им сейчас фармить, ну, нечего. БКБ для дровки есть. Наив имеет тоже Орч, БКБ. По большому счету все. Длинный рейндж сейчас доберет. Там КБ и понеслась. Да ну долго ты что там. Да ну там осталось-то 2000. Ерунда. Так, смотри. В это время Альянс решили вдвоем выйти за Т2. Чапи найдут. У Чапи БКБ в кулдауне. Это проблема. Это серьезная проблема. Хекс, реализация от Койква замечательная. Отлично. Еще успели оттолкнуться, но на этом все и закончилось. Правда, Наив будет мстить. Орчат по Койкве. Койква погибает. Тут же хукшот еще и есть. В итоге Бокси тоже никуда не уйдет. Отсюда пытается промыть предать, но ему не дает Раста Батриаса. Вот так вот. И два кора в размен на одного. Равноценный ли обмен? У Койква нет байбека. 300 голды. Он покупал хекс и так и не накопил. И пошел за Т2. Вот где-то в смоках гулять, искать. Не подумав, что там могут быть сейв ТП. Давай посмотрим Рошан. Секунды на секунду. Нам покажет его основное время появления. Стяжка с Эйюш. Ну, так, несерьезно связал. Не с кем было. Кстати, рядом еще и Майк. А там уже потратили виндран. Вроде как. Нет, не потратили. А там кулдала небольшой, поэтому можно не переживать. Постоянно его давить. Ну и что? Дарошанно долго. Дарошанно долговато. Минута 2. Минута до 2. То есть, в принципе, игра еще чуть-чуть должна затянуться. Ну, ненадолго. Есть, в принципе, если захотят команды Эмпайр и пройдут успешную драку, опять же, можем посмотреть на байбеке команды Альянс, увидеть, что их там, скорее всего, нет. Нужно артефакты покупать. 260 золотых. 750 для фантомки вообще. 6 минут у Брюмастера. Появится Айеги, заходим на ХГ, делаем 2-3 минуса и ломаем всю базу. Ну, так на словах вроде звучит легко, а на практике ПА все еще может ворваться и дать серьезно прикурить. Да, у нее все еще нет башера, но, тем не менее, она опасна. Вопрос в том, чтобы у Альянс были в свое время на БКБ нажаты, потому что какой раз я уже вижу, там, у кое-кое БКБ не наживается в самые ответственные моменты. Там контрят, что просто не по-детски. Ну, да, тогда, когда напали на ПА, там у нее не было шансов. Фингриб, фукшот, ты не нажмешь БКБ встанье, ты не урса. С энрейджем этим саганимным. Неплохая попытка. Ну и что же, SF хочет себе собирать бабочку. Интересно. Ну, он пытается быть таким же опасным, как дровка. Хороший план. А вот у Брюмастера появляются интересные вещи. Значит, Iron Disk сейчас он сможет выживать, какой-то фокус стартовый, и попытаться успеть разультириться, наконец. Потому что последний ультимейт, который мы видели, это Gang Draw Ranger, такой запоминающийся. В остальном его ультимейт пока не работал. Ну, 31 минута, там уже у всех есть БКБ, что-то мне подсказывает, его Пандарины не так опасны становятся. Как бы и Пандарины не попадали, и у Наива тоже появилась линка. Так что и его подцепить будет так же труднее. Тем же Хексом теперь просто так прыгнуть, не поймать. А там еще и Silver Rage. В итоге теперь проблема по очень высокого плана. Зачем покупать МКБ, когда можно собрать Сильвер? Да, конечно. Как бы, ты собираешь МКБ, это эгоизм. А вот Silver Rage, это выбор коммунистической партии. Ну и что? С Маки, попытка кого-нибудь подловить, тем более, они примерно знают, что там кто-то бегает. Очень близко врывается, Наив БКБ, еще и хукшот по двоим. Боже мой, Бокси! Нужен Примал Сплит, Финс Грид на ПАП. А в это время начинают попустить Месы, выключите и кто-нибудь Месы. И вот, выключили Месы, Майки Гаст еще и по боксу, он по-прежнему не может залезть в свой Примал Сплит. Наив отступил на лоу ХП. Чапи все это время расстреливает абсолютно всех, его никто не фокусит. Вот, наконец-то, Пандарен, и пошел фокус. Кинжальчик еще и в Чапи, и кажется, дровка погибла. Не кажется, дровка точно погибла. 82 секунды, разлетаются баггеры в три стороны, и команда Эмпайр проиграла свой план. Тот же Хекс, и добьет еще и виндрейнер, Наив, вот это план. Успевает спастись, за ним дальше не побежали. И отличные драки для команды Альянс. У команды, у Эмпайр сейчас не хватило урона. Так хорошо Альянс распределили ХП по своим персонажам, то есть урон противника по своим персонажам. Когда кто-то проседал на половинку ХП, он отходил, начинал Чапи стрелять в другого. В итоге Койква и Майк. Майк выкупился, если мне память не изменяет, да ведь? Па. Па? Нет. А, да-да-да-да-да, ее не добили, потому что не выключили Несене. Ее не добили, потому что Силвер Рейдж кто-то не поражал. Ну там, он был в кулдауне, скорее всего. В смысле, ты его только собрал. Ты его где-то там до этого тратил, я даже не знаю. То есть, по сути в том, что Несене выключили, да, и попадать по ней было крайне трудно. Вот, где она отступила. Ну что, пукшот? Он рядом? Да, он рядом, он с Телепорта пришел на святыню. Раз, два, поехало. Ну вот он врыв, есть, Заки забирает Аегис, Нейв, очень неплохо, еще и драйвер забрали Рошана, в итоге грустно здесь пытаются убить хотя бы Клакверга, но еще и БКБ ображали. В итоге-то провальная драка, для команды Альянс они дрались против двоих и проиграли. Правда, есть Хекс по Бейну, но это не страшно, Аегис все еще у команды Эмпайр. Ну да, учитывая, что Наив с Аегисом, и это второй Аегис, и второй, нет, второй Рошан для Дайер, благодаря Шторм Спириту, это, конечно, жесть. То есть, Шторм здесь просто берет и забирает деньги. Ребят, спасибо, что сбили Рошана, Аегис я, пожалуй, заберу себе вот так. А Сыр, кстати, это же второй Рошан. Кто взял Сыр? Кто-то он, наверное, у Альянс взял. А, вот, у Фантомки. Сыр это не суть, сыр это не вторая жизнь. Сыр это всего лишь, там, такая штука на две с половиной пищи здоровья. Пойдет. Лишний раз так же, не дофукусят пару ударов и все. Ну если... Сыр и ГГ. Тоже верно, конечно. Его главное успевать прожимать, потому что Эмпайр очень здорово. Финсгрипы дают, хукшот, вот мне прям нравится, как они свои контроли распределяют. Альянс также, несомненно, здорово распределяют свое эффективное ХП на персонажах. Ну и мы, вероятно, будем ждать сейчас от Альянс снова чего-то активного, потому что все равно, как ни взгляни, они на этой карте ведут себя, ну знаешь, такими фаворитами по-прежнему. То есть они пытаются иницировать Данеса, они пытаются где-то искать противника лишний раз. Все начинается именно с того, что Альянс нападает. Это да. Здесь не поспоришь явно. Мы видим, пытаются, кстати, наив собрать себе Аганин. Будет тоже Блэкхоллиц потихоньку. Ну и действительно, нужно что-то меняться. Видим, что и решили поменять у Клакверга артефакт. Добавили ему Солар Квест. Теперь будет поприятнее немного сражаться. Кого-то конкретно фокусить, конечно же. И будем смотреть, как он будет врываться теперь. Интересно, что еще нового у Коров появилось. Эту ПА я видел точно Эбисон. То есть он дособирал ПА, да, Фантом Ассасин, Эбисон. В принципе, Эбисон на голову. И как бы Чапи может и не уйти. Потому что по-прежнему у Чапи бабочка, как я понимаю, не появилась. Там тоже ничего нового, в принципе. Нет, Чапи это Дрорейнджер. Да, да. То есть она только фармит. МКБ, кстати, МКБ. Ну вот, то есть он еще и на команду, и на себя. Ну вот. Ну сначала это на себя. И у Дрорейнджера? То есть сначала на команду, как бы, да, Слидерейч. Потом на себя МКБ. Хорошо. У Союза тоже МКБ, кстати, вот мне обратили внимание. Ну да, он давно уже собрал. Я же говорил, помнишь тогда, что они дождусь? Он собрал, они дождались. Две тысячи не деньги. Ну опасная ВЭКа получается. То есть вначале он так не особо сильно о себе заявлял, но с течением времени Союз превратился в такого второго с половиной Кора. Второго с половиной. В полтора. Да. Хм, хорошо. Что ж, будет ли заход на ХГ? Ну на ИВ есть, конечно, на Эггис. Но. Рискнут ли они снова пытаться подраться не на своей территории здесь? Вряд ли, конечно, на Альянс выйдут на чужую. На таком этапе они будут продолжить фармить. Хотя вроде и сыр есть. Можно попробовать. Неожиданно выйти Майк куда-нибудь. Это зависит от того, есть ли байбэк. Нападение. Ну и Орчи тут же. АНД вспомним в наличии. И бокси в итоге живет. Праймал Скрит разложился на Майсмуна. Пошел ответный фокус. Но если урон, прыгает по АПА. Пока не критует. Да где ж криты-то? Боже мой. Вот он заключительный. Зачем криты? И так разберут. Лучше криты приберечь, но потом сразу. Спрыгать в наё. Там крит, крит, крит. И все. Подряд. А то и двух может хватить. Если эти бейна подловили. Ну и ладно, это пандорены такие, которые могут погибать. Там все равно бремастер на них не появится. Ну это да. Вроде безопасно играл. С другой стороны, что не пошку могли подловить. Но не стали выходить слишком далеко, опять же боялись. Хотя уже сделали минус. И команда ТМПР в меньшинстве. И когда, как не сейчас. Ну вот они пытаются забатить. То есть если прокнет лишний крит, если что-то подойдет. На майка забатили. И БКБ бы успеть вражать. Форставнули его. Он прожимает БКБ в ответ. Начинает отрезать. Кажется, Саюша сейчас убит первым. Финсгрипп в ответ. Но Мипошку должны похоронить после Фростбайта. Наив на ноге. Пытается уйти. И Чапки также в этом замесе старался не участвовать. Все. Они как поняли, что дело запахло жареным. Они сразу решили ориентироваться из драки. Продавая Виндрейнджер. Ну возможно оно и правильно. Урона вообще, считай, не выдали. Только мы. А Эггис будут реализовывать уже чуть позднее. Ну Наив мог пойти в, знаешь, такую оллингинсацию. Но там, вероятно, и Чапки уже дал инфу. Не, ребятки, я долго, я не успею выдать этот урон. Тут важно, чтобы Чапки всегда был в нужной позиции. Потому что если ему там бежать лишние метров пятьдесят, он может, не знаю, там форстав потратить. А ему этот форстав потом пригодится для более важных целей. Может быть. Но тут сейчас такими темпами-то они все, что-то, не растеряются. Попытка вырваться. Хорошо, БКБ пока не должно было откатиться и расстрелять бы успеть. Но тут импейл. Майк живет, сыр есть. Но врывается Наив, пытается всех слезать. У него это получается. Майка бы давить и получается забрать Фантомку. Но Чапки погибнет. Из-за этого форстав и Дайга не догонит. Гонится Тайга. Боже мой, еще буквально один камень Чапки забрали. Наив пытается дать разменные фраги. Тайга зашел довольно-таки далеко за Т3. Еще один МПЛ в ответ. Союж под фокус фаером заберут Тайгу. Ну, ты знаешь. А, там ПА забрали в ответ. Так да, как бы это первая была цель. Тут еще и бокс сейчас может не уйти. ТП уже и не прожмешь вроде. Да, есть. Вортекс. А вот теперь ТП. Нет, Шейклшот. Все, в итоге это три в одного. Вот, даже потеря Чапки сейчас окупается. Да. Без сомнения. Без сомнения. Так что... Выглядит все неплохо. Только я начал говорить, что ребята теряют на Творцах. Снова они вышли на уровень 15-й минуты. 2000 за Эмпайр. Вот, отыгрывается потихоньку Альянс здесь, как мы видим по графикам. И надо что-то новое придумывать. Что вот такие драки уже, они, конечно, приносят пользу. Но без захода на ХГ вы стоите на месте. Потная катка. Просто так не победишь. А к плей-оффу же все. Ну да, да, да. Надо потеть. Как бы сказки закончились. Начинается реал лайф. У нас обычно после вот такой вот потной первой катки идет потом вторая. 15 минут. Да, за 15 минут. Притом там, ну, один-один сейчас становится. Ну хорошо. А что такого Альянса могут взять, чтобы за 15 минут выиграть? Кой-то медведь. Понятно. Лон Друида. Его не забанили, кстати, на первой карте. Первым пиком, наверное, не надо, но вообще глобально его не забанили. То есть все, абсолютно все против Альянс банили Лон Друида. Но не Эмпайр. Тут достается урона волшебства. Очень на руку. Штарму это в следующем файте пригодится. В следующей драке может очень серьезно помочь. Если они этим воспользуются. Опять же, наив не будет убегать из этой драки. Как это обычно происходит в последние пару раз. МКБ тоже буквально через 5 секунд. И можно уже не попадать в Север-Рейджер. Но желательно. Конечно. Хотелось бы, чтобы в себе, если от наива-то сколько урока. Но Виндрейджер своя МКБ есть. Наив? Наиву бы очень приятно было бы, если бы ты попался в Север-Рейджер. Поэтому, пожалуйста. Вот, подождите. Майс Муна видно. Ну, там еще и ракетку кинул. Нападает на него такое себе. Майс Мун все-таки крепкий парень. Жалко у него Блэйд Мейл. А нет? Блэйд Мейл тоже бы многое, я уверен, дал. А Фантомка бы кританула в него один разик. И все, Фантомке бы не осталось. Ну, дефолтный такой довольно-таки айтем. Но он бедный. То есть не 9000, он на уровне с тем же Бримастером. И там Союз им всем машет из своего вагона премиум. Премиум вагон? Ну, первый класс. Хорошо. Майс Мун. Куда же, как он ищет? Кого хукануть бы? Все-таки хочется уже подраться. Да и нужно бы. Опять же, застой явно не на руку команде Эмпайр. Но все ждут Рошана. И Рошан появится через 2,5 минуты где-то. По сути, они пытаются отыгрывать первым номером. Так что видишь, тут Альянс еще особенно сильно-то от своего ХГ не отходит. Т2 у Эмпайр стоят. Они, по большому счету, не так часто боятся за свою территорию. И вот Смулган во фланг сзади заходит. Это да. Но они вот сейчас... Нет, сейчас уже не видят. Там только с центры стоят. Ракетка. Поэтому они не знают. Ракета вроде есть, но ракета прилетела с очень странной позиции. И на месте команды Альянс я бы задумался. Что-то не так. Кто-то у нас там, наверное, бродит. Окей, они сами зашли в лес. Дайр, почему бы и нет. Тут, кстати, Вижен есть у Дайр. Теперь замечательно. Прямо на центре ке противника. Но сбивать они его, конечно же, не будут. Пока развлекаются. Сейчас заметили пауэршот. Увидели, что здесь уже точно теперь есть кто-то. И будут пытаться нападать. Возможно, это байт. Байт на Виндрейнджер. Удастся ли он? Не знаем, сколько за все. Альянс идут. Посмотри, они возвращаются. Они идут обратно на свою территорию. Но Тайга в Виндете. Его не поймает. Майки, Койква, все. Все, два кора. Вот прям на них залететь Майкс Мун будет идеально. Но если Вижен прыгает первый Тайга. Чапи на первой линии. Боже мой, нет. Его спрятали. Хорошо, Койква. Ракета, он в стол сочный. Полетел, срезал всем урон. Наив показ хайграунд. Расстреливает Чапи. Расстреливает Никто. Не фокусит Чапи. Это проблема. В итоге он вырубает Паа. Он вырубает Бокси. И далее уже проблема у саппортов. Койква просто бросил свою команду. А у Бокси-то нет Байбека. У Никса тоже нет Байбека. Попытка ультимейта от Инсени. Но это не поможет. Байбеки полизали еще и от Кристал Мейден. Но смогут ли они защитить базу втроем против пятерых? Этот вопрос мы узнаем уже сейчас, через 2 минуты, наверное. Главное, что готовы крипы, готовы герои. Минус 2,5 тысячи. Ультимейтов нет. Надежда пока еще есть. Бабочка погнали. В принципе, здесь разбивать через пику. Замечательно. Можно Т3. Он выживет. У него, опять же, если что, есть его пика. Кольква не опасен для чарта с его броней. Наив залетит еще и попугает. Вот он. Вортехс подцепил Инсени. Сильверейджи сбили. Месы. И еще буквально одну тычку. Да, это Па без Байбека. Друзья, без команды... Ну, команда Альянс, без своего мейнкеррия. Я даже не знаю, как будет играть. Там Чапи также забрали. Но он-то байбекнулся. Прилетит сейчас. Придежит на ногах. Опять же, Наив отреганит манду. Еще раз может ворваться. 120 секунд без Фантомки. Действительно, здесь Эмпайр уже сделала максимум. Хотя вот Тайгет сейчас может очень сильно подставить. И уйдет. Не, не уйдет. Бейн попытался, но, увы, подмоги не последовало. И просто скрываются, уходят в мид. Приходит Чапи. Чапи хочет себе крови. Эмпайр идут заканчивать. Эмпайр идут вот прямо сейчас заканчивать эту игру. 90 секунд. У них есть абсолютно все. У них есть преимущество дичайшее. Ой, есть проблема в лице боксе все еще. Если удастся его опять не дать скастовать ультимейт, тогда все будет замечательно. Ну, сразу и линка. Чапи-то просто не подцепишь. Ну, знаешь, зато если подцепишь, он-то тоже без байбека. Погибнется. Там будет опасно. Давай, смотри. Первый играет Чапи. Врывается Наив. Наива на карапасы. Поцепили. По Наиву пошел жесткий фокус. Его еще и в хекс засунули. В итоге минус шторм спирит. Залетел слишком нагло. Все, Саюж бежать. Чапи тоже нужно засейвить. Но у Чапи могут быть проблемы. Поднял себя в юла пока не экс. Газ замечательный. Пока ушел в Shadow Blade SF. Отбежит немного. По-прежнему нет. Тайга там связали. Но Чапи забрали без байбека. Какая проблема? Вышел Наив после байбека также. Пошел байбек от койп. Наив в это время вырезает саппортов. Ну и все, отступать обоим коллективам. Здесь уже никому не нужны драки. Ну и Крапасы, и Наив, кстати, без маны. Слушай, они уже ли погибнут? Еще один хекс. А можно после байбека сейчас отлететь. Будет здорово. SF не должен его отпускать. Сейчас форстап и 120 секунд. Боже, они все без байбеков. Ай, хорошо сыграно, как говорится. Команда Empire. Они попытались окончить почти сразу. Они не играли на Верочку. Они не играли 100%. О, мой бог, ты посмотри. Там нарисовал Тайга на карте. Говорит, ребята, в их базу в Т4 в трон. Конечно. 100 секунд без байбека. Они за это не только трон успеют снести, но и все лайны. Забрест. SF. Там еще и Мипошку нашли. Но в ответ Мипошка, опять же, на счастливом варде, до которого осталось буквально пара секунд до конца. Ну, это время, это время. И там на Рошана решают выйти. То есть не будет здесь минус стороны. Опять же, помним про Т2. У Empire есть такая зона безопасности. Окей, это сыр, это Aegis, это рефрешер. Но, возможно, не более. Ну, им хватит. Я думаю. Aegis для ПА бы. Она успеет дойти. Или вообще не пойдет. Ну, ладно. Не успевает. Она могла там. 50 секунд до... Сейчас Майсмин залетит, как сыр. Возьмет и пройдет. Да. В таверне только он еще 8 секунд. А так, да. Опасная действительно позиция. Ну и что? Продолжат рисовать. Уже InSeni здесь рисовал мид. Го-мид пацаны. И там на Мипошку могут выйти. А почему бы и нет? 50 секунд еще нет на Аива. Там даже когда дровка выйдет без на Аива, они будут не такими страшными. Хорошо. То есть Альянс все равно хотя бы минус центр они сделают. Ну, попытаются. Виндрейджер может попытаться что-нибудь здесь пооткидывать пауэршотиками своими хотя бы. Но все равно, да, Ваш тут падет. Падет. Бараки наверняка 30 секунд без на Аива. Инициации не боятся. Отличная связка. Но хватит ли этого? Нападать явно не стоит. Ну, сколько сейчас вынос Аегис? Там у него буквально 300 хп, один пауэршот. Как бы я даже не понимаю, почему так нагло себя ведет. Может быть, байтит. Ну, в итоге ПКБ еще нажимает, чтобы у него Аегу не выбили. И пошел фокус максимальный, миличного барака. И они не успевают отступить, кажется. Не, отступить-то не успевают. Ну, а вот Пандарина, Землянова. Отпустят ли? Майсмун гонит. Фокшот. Будет ли? Давай, там прилетит. Обязательно прилетит шторм через одну секунду. Вот, уже поцепили боксик. То есть, ну, ребят, зачем? Буквально пару секунд решало бы, и вы бы не отдали у Флейнера. Все. А вот он не успевал. Да. Ну, решили отдать, видимо, взамен. Ну, они просто били такие через Глиф. И три секунды примерно били Глиф. Странный момент, действительно. Что-то под Глифом они ничего не сделали толком. Ну, ладно. Пусть будет так. Самое главное, что Аегис еще есть у СФ. И сыр, вероятно, отдали Фантом Ассасин. Нет, не отдали. Почему? А, с Рублемастера, потому что. Понятненько. Ну и обороны ХГ. Настолько ли Эмпайр любит рисковать, что прямо сейчас пойдут без своих байбеков. И правда на этот самый ХГ. Там вообще все байбеки уже потратили. Только у троих человек на карте они есть. Ну, Виндренджер нужно для красоты сейчас ворваться. Умереть, байбекнуться и прилететь обратно. А травелов-то нет. Обидненько. А что, будут Рошаны еще ждать, пока Аегис закончится? Скорее всего. Ну, я просто не понимаю. То есть здесь у Альянс есть Аегис сыр и рефрешер. У Эмпайр нет байбеков, у Альянс нет байбеков, но они сидят на ХГ, поэтому у них преимущество по позиционке. Поэтому вообще, по-доброму, по-честному, Эмпайр должны сейчас никуда не идти, стоять, забирать шрайны, фармить всю карту, но не идти на ХГ. И Альянс тоже не должны никуда идти. Но только если они не хотят рисковать. Подцепить, подловить опять же без байбека. Отличный момент. Вардов, конечно, на карте немножко не хватает. Но это уже совсем другая история. Тут надо вопросов к Тайге задать. Что он может пробежать, поставить вард, убежать. Ну вот смотри, у Майка полторы минуты. Вот ждут сейчас секунд 80 и идут. Куда? Цеплять. Потому что Аегис сыр и рефрешер все еще будут. А вот байбека у дровки, ну, там не будет секунд еще 60-70. Ну, давайте посмотрим. Просто она как бы все равно у вас может вернуться. Ну, 60-70. Ну, опять же, это очень жесткий тайминг. Пока они дерутся, да. Да, да, да. Ну, поэтому я и говорю, то есть, вот по А может идти уже через секунд 20. Потому что пока как раз они ловят, пока они дерутся, это время байбека и протикать. Бейн продолжает стоять просто в лесах, взбивать смоки. Или уже прям его сплит не фидит. Спокойненько может его раскастывать. Просветка. Они что-то понимают, они что-то догадываются. Ага, и телепорт. Все. Легчайшая для мипошки. Я надеюсь, на Союз не нападут. Вот такой буквально маленький момент, маленький интерес. Еще раз, покажите, сколько Аура Дроу Рейнджер дает сейчас урона команде Эмпайр. Да много. Ну, больше, больше... Соточка, считай. Соточка, да. Вот я думал, больше соточки или нет. Ну, хорошо. Там, в принципе, бабочки еще нет. Есть уже Игл Сонг, но бабочки нет. Хватает, я бы сказал, урона. Здесь же побежал Тайга. Тайга мог заметить Майс Муна сейчас. Он теперь точно заметил. Но там есть гем. И, соответственно, Тайгу тоже видели. У Винд Рейнджера гем в наличии. Поэтому тут нужно стерегаться. Свободных перемещений. Вопрос в том, что об этом геме могут не знать команды Альянс. Если они где-то на Союзе на варде не видели, но, как мы видим, вардов опять же нет. А он особо сам по себе не подставлялся. И то верно. Ну и в итоге. Байбэк у ПА есть. У Койкова две минуты. У Шторма и у Дровки тоже минута и две, соответственно. Это коэффициенты в лайве? Если да, то я не понимаю, почему они такие. Ну, смотри, что Альянс везде раскатают. Нет, это точно не 1.33. То есть, мне кажется, здесь коэффициенты просто не в лайве. Потому что глобальная ситуация такая, что Эмпайр впереди на пол шажочка. На пол. Думаешь? На пол. У них ПА слишком слабая. ПА не хватает немного. Ну, то есть, НКБ и, посмотри, у нее даже высота не конец. Нет, потому что, да, на байбэк оставляет. Ну, да. То есть, она не собирала Battle Fury вначале, она пыталась вырезать. И в итоге у нее не получилось вырезать. Она разгонялась на героях, а героев она практически не била. И в итоге же видим выход от команды Эмпайр. Как только байбэки у них появились, да, видим, что не хватает 980 золотых для Draw Ranger. Для Шторма тоже. Там 360 монет. И попытается подождать кого-нибудь. Тут Primal Squid полетел и пытается пропушить. Там кулдаун есть на 25-м левеле, поэтому, в принципе, по большому счету он пандаренами этими просто, да, вот так вот развлекается, бегает. Да, я от вижу, замечательный талант. Правда, вот эти пандарены, они настолько полезные потом в лейтгейме. Ты можешь выигрывать. Там уже выехали за Эмпошкой. Давай-ка посмотрим, нарку ли это Альянс. Помним, еще 40 секунд нет байбэка у Койквы. Койквы это сейчас главный персонаж Альянса. Он как вначале был, так и остается им. И мы в итоге ворвались на боксе, боксе без формы. Сколько у него кулдаун? Вообще, уйдет ли он сейчас? Кажется, нет. Они уже начинают вкусить, ребята. Хотя... Да, отпустили. Да, они стали врываться. Финнезгрип опять же тоже не захотели выдавать. Непонятенько. И в итоге уходит. Живой, невредимый. Обратно под ХГ. И там уже будут развлекаться. Все. Байбэки у Эмпайр есть. Считай, у Альянс тоже есть. То есть команды просто дождались, пока у них появятся байбэки. Это нормальная практика в киберспортивной среде. Ты, когда играешь в такие ответственные матчи, ты не хочешь, чтобы какая-то деталь мелкая стала причиной твоего поражения. Это будет обидно. Немножко. Здесь продолжат отпушивать SF. Так, а что в одиночку. И продолжают давить. Команда Эмпайр оккупировали мид-линию, оккупировали нижнюю линию. И не выпускают вроде как. Но сверху раз доли есть. Возможно, Эмпайр ждут либо ошибки Альянс, либо Рошана. А до Рошана еще куча времени. Ну, потенциально. Там может быть куча времени. Потенциально может и через 15 секунд появиться. Давайте смотреть. Пока самое главное, что байбэки теперь есть у всех. Абсолютно. То есть 10 байбэков на карте. Вопрос, если у кого-то, ну, Альянс, ладно, если они погибнут под своей базой. Если Тревула у кого-то вообще из команды Эмпайр. Ну, в расчет не берем Шторма, допустим. И, видимо, что Тревула у кого-то нет. Ну, у Чапи еще нет. Ну, ладно. Здесь же посигналили на Майсмуна. Майсмуну подцепили вроде как, да. Ультимейт СФ и понеслась. Будь он сюда не уйдет, Кекс есть. И в итоге 90 секунд будет сидеть в таверне. Мне так нравится, как Альянс после сделанных фрагов. Так, знаешь, на карте вот это вот. В сторону противника. Вперед. Вперед, мои воины. В атаку. Ну, хорошо. Рошан. Вот ключевой момент. Таймер Рошана. Пожалуйста, таймер Рошана, мышечку. Сколько? Сколько? Вот прямо сейчас. Узнаем. И нет, к сожалению, там долго. Да, там минуты, где вероятно. То есть не повезло. Могли бы этим временем воспользоваться. Хотя бы на боевых развести. А здесь еще и мифошка. Союж начинает спину койпа фокусить. Но Глемер Кейп защитный и замечательный. Как понимаем, нет у Союжа просветки. А, гем есть, но он просто не стал. Гем у него есть, да. Просто там четверо игроков. И он подумал, что, наверное, он с ними не справится. Уже прямо у Сплит раскастовывался. И это сомнительное удовольствие, на самом деле, воевать в Индрейнджер против четверых. Но мифошка, то есть теперь здесь и байбек от Майсмуна был. Да? Да ведь? Да, был. Да, Майсмун байбекнулся. Подумал, что, видимо, где-то драка. Надо врываться, но драки в итоге не было. Хорошо. Альянс пока в лесу противника, но, вероятно, мы не увидим ничего нового от Эмпайр. Пока у них нет ни пушки. И Альянс... Ну, как-то... Они, видимо, в сторону Т2 двигаются. Спешить им явно некуда. Они спокойненько следуют своему плану. Которому придерживались с самого начала. Парадокс в том, что еще на боте стоит Т1. У нас как бы почти час игры. Тише едешь дальше. Говорите. Т1 ты всегда успешен. Это не проблема. Салют. Он забирает Т2 сверху. Открывает доступ ко второй линии хайграунда. Замечательно. Эмпайр по-прежнему без мне пошки. А святыни бы еще разобрать. А, Т3 же нет на центре. Да, да, да. Там же заходили уже. И появляется бабочка. Для Чапи. Ну хорошо. МКБ у ПАНЕС. У Койкова МКБ вроде как, если мне память не изменяется, наличие. Погоди, у Койкова? Нет, он же бабочку все собирал. А, он тоже нет, да. Он после Хиксаса решил, да, сварить Баттерфляй. И вот сейчас без МКБ будут пытаться убивать Чапи. Ну, тогда это проблема. То есть Чапи и так фокусят прям всем светом. А теперь еще и с бабочкой, конечно, дровка будет прям совсем опасная. В таком, конечно, уже ультралите. Скажем так, у нее 500 урона с руки. У нее бешеная скорость атаки. Она еще может с пики условно нанести такой залп, что страшно будет. И все с байбэками у всех, кроме как у Майсмуна. Команда Эмпайр, возможно, идет проверять Рошана. Возможно, искать в той территории противника. Майк может подставиться. Давай смотреть. Союз первым. Прыгнули на кого? Прыгнули на Майка. Боже мой, он один. Он в Хикссе. Он в Сильверейде. Вот так вот один ходит. Ну что, подцепили еще и Никса. Так и легкий Рошан. Для команды Эмпайр. Но через 10 секунд. Пошли погулять. Поймут, что нет. Может быть, отойдут. Хотя должны понимать, что по таймингам, даже самый поздний тайминг, он должен появиться. И Койква. Ой, Койква, зачем? Ой, Койква, зачем? Есть просветка вигем. Все есть в наличии. Есть Хекс в ответ. Ну и Саюша. Вроде бы как забрал. Нет, не забрал. Там расстреливают. Бокс еще сюда прыгнул. Сразу же газ связали. Айон Диск выиграет немного минут, но... Немного секунд, даже я бы сказал. Но, увы, не дают раскастоваться. Просто на просто. Койква вернулся после Егиса. Ее тут же разбираются. Ой, после Егис. Это вот колокольчик, который всю информацию предоставляет. И теперь две минуты без SF развлекаетесь, друзья. Да. Четвертая Рошан стоит. Эмпайр могут забирать, его могут не забирать. Могут, да, идти ломать базу. Но по большому счету теперь издровка у них... А Койква это был главный персонаж на протяжении всей игры по атаке не... Ну то есть она все равно не была настолько опасна, насколько должен быть мейткерри, понимаешь? У нее появился сатаник. Нет, 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 все равно по... не всплывает. В итоге появляется... Появляется Тривела второго уровня уже у Винд Рейнджера. В случае опасности они перелезят. Это будут, видимо, разменивать. Если что, появляется Сыр Репрэшер. А Егис, конечно, уже отдают его наиву. И в итоге все, можно идти ломать. Правда тут байбек уже от бокса. Понимаешь, надо бы как-то защитить базу. Но как? 72 секунды. Только чудо, только чудо спасает команду Альянс на этой первой карте. Давай смотреть, как это чудо, может быть, произойдет. Майк ворваться под БКБ, чтобы его никто не фокусил. Но первый делает это наив. Да боже мой, пожалуйста, сделайте что-нибудь, чтобы Ай играл в этой карте. Команда Альянс. Это ГГ, первая карта достается Эмпайр, это полуфинал, плей-офф. Ну что, тайгу также забирают потихоньку, там газ, расстреливают немного, поиграются. Но все предельно очевидно для команд Альянс. И гуд геймплплей. Дроу Рейнджер опять победила. Наив, боже мой, какие врывы. Ты видел это? Конечно видел. Я думаю, Альянсы очень хорошо видели эти врывы. Так они должны были на демках до этого посмотреть обязательно, как наив играл. Почему не было бана, опять же, под эту стратегию из Дроу Рейнджера. Это был самый-самый-самый приятный пик. Может, побоялись. Чего? Побоялись Темпларк, она опаснее гораздо. Там была Темпларка в бане, и там был то ли пак. Сейчас даже не скажу, но Темпларка там точно была. Наверняка так все и было. Силы Тьмы. Силы Тьмы. Так, а там Силы Тьмы? Конечно, Силы Тьмы. Да-да-да-да-да-да-да-да. Силы Тьмы. Красиво. Ну что, друзья, будет вторая карта. Обязательно, буквально через 5-10 минут вы, главное, никуда не переключайтесь. У Альянс будет второй шанс, вторая попытка. Ну и Эмпайр. Верим. Также, друзья, не забывайте про отличное кресло Тессора, которое вы можете закупить с беспроцентной рассрочкой на 12 месяцев. Просто год выплачивать, там, копейки. Баннер есть в описании. Кликайте по нему, переходите, читайте условия акции. И уже прямо сейчас можно читать, почти моментально щелкать, как бы все. Наслаждаться в комфортном кресле трансляциями, играми и многим другим. Если вы понимаете, о чем я. Но, а мы переходим на небольшую паузу. 5 минут, и мы к вам вернемся. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok